О перспективах развития социальной сферы и республики, расширения чувашского интернета, о прошлом наших предков, истории и мифах сегодня говорили на заседании Совета по развитию гуманитарной науки. За последние 15 лет Чувашский государственный институт гуманитарных наук провел немало исследований. Они касались вопросов национальных отношений, проблем формирования правового сознания молодежи, сохранения и развития языка. Исследования дают оценку ситуации в целом, помогают найти бреши в действующих программах и проектах, связанных с социальной политикой, предлагают пути решения. На заседании особое внимание уделили вопросу внедрения чувашского языка в социальные сети. Ведь родной язык – один из важнейших аспектов сохранения национальной культуры в современном мире. Помимо реального мира в нашем сознании присутствует и всеопатывающий мир интернета. Есть мнение, что через некоторое время виртуальный мир станет полновластным хозяином нашего культурного сознания. Для того, чтобы продвигать наши чувашеведческие общественно-политические, культурно-исторические ценности, нам необходимо решительнее присутствовать в этом пространстве. Еще один важный вопрос – создание учебно-методического комплекса по истории Чувашии. Имеющиеся учебные пособия и материалы уже устарели. Хотя история наука о прошлом, но практически каждый день ученые сообщают обществу новые факты и подробности исторического прошлого нашего народа. В 2014 году Михаил Игнатьев издал специальный указ по этому поводу. Гарант на разработку концепции выиграл Институт гуманитарных наук. Но работало в этом проекте все научное сообщество республики. Сегодня на Совете концепция была утверждена. Екатерина Куприна, Сергей Рябчиков, Республика.